всем привет дорогие мои подписчики и сегодня с не совсем обычное видео для моего канала решил снять свою новую машину джили курой обменял я свою крету и вот решил приобрести данный автомобиль так как карта уже порядком поднадоело и хотелось что-то нового свежего и на глаза попался вот этот автомобиль он вышел всем недавно и сейчас его разбирают как горячие пирожки и даже некоторые комплектации достаточно сложно приобрести в данный момент ну со временем конечно эта проблема исчезнет но пока что вот даже гоняются за ним некоторых автосалонах хотя и китаец вот что из себя представляет автомобиль выглядит очень стильно современно до красный цвет не говорите мне почему я взял именно красное дело в том что я хотел взять серебристый но пришел в салон серебристого не было посмотрели с женой жена сказала блин красный тоже бомбически выглядит давай возьмем красный окей взяли красный вот так вот он выглядит в красном цвете я считаю что вполне неплохо он выглядит и так сразу начнем с того почему это видео решил снять очень много разговоров что китайцы на надежные что китайцы это хлам выбрал джили потому что все-таки это не совсем китай они выкупили volvo и очень много сейчас у них принимают технологий в том числе здесь и двигатель от volvo даже стоит ну по крайней мере так говорят я уж сам не знаю я не эксперт честно в двигателях коробках взял и взял да карета была в плане именно узлов как говорят опять же надежнее там у меня был и полный привод здесь сожалению только передний там была коробка автомат обычная коробка автомат которая дольше ходит здесь цепенчатый по моему какой-то робот стоит также здесь стоит всего три горшка три поршня и турбина многих это может оттолкнуть от покупки данного автомобиля но я так думаю что я долго на нем ездить равно не планирую поэтому не думаю хватит а дальше уже посмотрим отъездила я пока всего лишь неделю но уже сложилось кое-какое впечатление по багажнику буду сравнивать с крытой так как это машина примерно того же самого диапазона миллион четыреста пятьдесят из-за нее отдал крыта примерно столько же стоит свою крыту я тоже продал очень хорошо пришлось добить там буквально в районе 100 тысяч у меня достаточно дорого крыту выкупили но она у меня была в отличном состоянии хорошей комплектации багажник здесь конечно маловат ну не то чтобы он совсем маленький но он меньше даже чем у крыты хотя и крыта не отличалась большими объемами но зато отделом намного более благородней здесь у нас все обшито тканью в крыте это был просто жесткий пластик и он реально очень сильно царапался присутствуют такие вот кармашки в крыте сожалению этого тоже нет так здесь есть различные крючки если заглянуть под коврик с полка полка к сожалению не очень толстая и здесь у нас пин такой пенопластовый ящик для инструментов комплекте идет как обычно домкрат и знак аварийной остановки вот этот крюк здесь он мне не понадобится и здесь внизу у нас обычная докат не полноценное размерное колесо в крыте кстати было полноценное размерное колесо еще раз повторюсь у меня крыта была литровая с полным приводом что еще расстраивать единственное что здесь это вот этот полка да она легко снимается но есть один минус в том что она и может дребезжать дороге поэтому если у вас вдруг полка начала дребезжать то можно здесь немножко обмотать изолента если вас это раздражает здесь у меня крепится детское кресло якорь вот в принципе по заднице и все машина идет на 18 колесах для кого-то плюс для кого-то это минус для меня это больше конечно минус хотелось бы 17 все таки 18 жестковато и резина дороговато красные суппорта пластик что у нас есть сзади все четыре стеклоподъемника с автодоводчиками сверху мягкий пластик здесь твердый пластик здесь кожа это тоже кожа и здесь опять жесткий пластик так внутри да не смейтесь мешали кину меня двое детей но то не хотят видеть со смешариками тоже кожаный салон три подголовника здесь у нас подлокотник с двумя подстаканниками сверху у нас панорамная крыша с люком ну и место здесь на самом деле достаточно много даже наверно побольше чем в крете единственное что смущает это низкий потолок ну во-первых крыта она сама по себе высшей посадку не выше и здесь еще занижен потолок из то что здесь панорамная крыша ее нужно куда-то прятать на задних сидений здесь у нас карманы давайте заглянем салон какие у нас плюсы и минусы по салону отделка карт дверей такая же как и сзади мягкий пластик вставка из пластика кожа уже кожаная стройка зеркал блокировка дверей четыре стеклоподъемника и блокировка стеклоподъемников внутри салон выглядит очень даже неплохо не сказать бы что прям вообще супер сейчас все просто обзорщики там сутки пятком что насколько этот салон прям супер но в принципе за такие деньги действительно он сделан очень классно можете посмотреть такой большой кранчик пол на 10 дюймов кожаный руль в общем все достаточно прилично сделано собрано здесь можно отключить систему из пи это у нас крутилка регулировка яркости подсветки это у нас корректор фар ничего и здесь у нас настройки различные к режим спорт режим помощь при при спуске с горы камера 360 сейчас покажу что это значит кто не знает автопарковщик считаю что это блин вот нафиг не нужна вещь зачем ее свои сделали лучше бы сделали электропривод задней крышки багажника вот серьезно вот это вот прям не хватает вот все в этой машине хватает в плане электроники not вот этой крышки багажника может быть я конечно слишком много хочу за такую цену и это у нас радары отключить порадовалась что что здесь есть вот такие вот штучки как бы прижимают бутылки где удерживают бутылку чтобы она сильно не болталась если она небольшого размера подлокотник подлокотник можно настраивать его можно выдвинуть вперед либо сместить немножко назад но когда вы не вздерет то соответственно бутылку сюда во второе уже отверстие вы не поставите здесь мы есть ниша для телефона к сожалению у меня лопата и в эту нишу телефон не влазит но здесь есть еще одна ниша для телефона сюда он же влазит беспроводной зарядки нет но в принципе она мне нафиг не нужна здесь есть отсек не знаю может для карточек или еще для чего-то такая вот ручка причем ручка не пластиковая она ну как пластик конечно здесь присутствует но вот это вот алюминий прям холодный такой жесткий алюминий то есть не скрипит ничего не трещит то же самое касаемо дверей если вот так вот поскручивать вот китай да говорят китай китай говно ничего не скрипит ну пока вот так вот карту прям продавливать может быть какие-то звуки вы услышите ну блин а вот здесь да вот это вот пластиковая штука если на нее прям давить может какие-то спа скрипы будут ну в движении никаких скрипов пока нет ну машина новые еще бы она скрипела мне сверху опять же мягкий пластик здесь тоже как бы здесь помягче здесь немножко пожестче но он тоже как бы такой полумягкий бардачок бардачок в принципе ну не очень большой но листа 4 суда влазит я пробовал но много конечно туда и не напихаешь в этот бардачок но он по-моему даже с лифтом и с подсветкой так что еще такие вот сидушки сидушки я настроился достаточно удобно жена после крыта сказала блин посадка опять низкая что просто посадка не кроссоверская а как вот у нас было раньше элантра но все-таки она повыше немножко чем у ланта но действительно посадка у этой машины невысокая хоть это и кроссовер правда кроссовером его тоже сложно назвать сумку беру почему ну потому что у него сейчас я покажу обвес передний по внедорожью особо мне на нем не поедешь хотя и клиренс неплохой полу 187 сантиметров самые нижние точки 187 сколько 187 миллиметров то есть 18 почти 19 сантиметров так ну давайте заведем и посмотрим и что здесь у нас есть здесь у нас блок климат-контроля почему-то он здесь находится с левой стороны я уже привык что блок климат-контроля находится с правой стороны по крайней мере у меня так было на предыдущих машинах здесь поменено и в первую первое время немножко ну скажем так неудобно здесь у нас различное управление бортовым компьютером мультимедиа и цифровая приборная панель вот такого-то на у меня настроена красного цвета причем смотреть когда он заводится анимация давайте вот анимация то есть сейчас меня машина показывает что я сижу весь датчики под седоками то есть когда соседок садится показывать что нужно пристегнуться причем есть такая фишка что здесь есть электрический ручник и пока вы не пристегнетесь он и он зараза не даст вам поехать поехать конечно можно но его тогда вручную нужно снимать а если уже пристегнулись тормоз нажали нажали drive отпускаете нажимаете газ смотрите авторучник раз и сам снялся то есть раз даем назад у нас камера 360 включается так все парковочка и тут же машина автоматически ставится на парковку и зажимается электро как он электро электроручник не охрен знает как называется в общем раньше у меня его не было и к нему я ну несколько дней привыкал а панель конечно прикольно тут давление в шинах показывается здесь у нас экран с радио сенсор хороший насчет скорости производительности ну не сказать что прям супер но но нормально вот сами видите я настраиваю эту панельку можно настраивать по стиль вашей езды ну как по стиль тут можно выбрать эко и по идее она должна меняться но у меня не меняется потому что я в настройках поставил и быть всегда красный это спорт режим то есть здесь тахометр скорость посередине прикольная машина у меня красная решил под красной сделать на самом деле всю эту фигню можно здесь настроить также секунду светит так так тут анимация так автомобиль дисплей здесь можно настроить яркость есть атмосферная подсветка в машине ну сейчас я вам показать ее не смогу здесь на самом деле еще все так вот светятся по бокам когда ночью едешь им прикольно она у меня всегда стоит красная но опять же ее можно настроить под режим коробку вот я не знаю как это режим режим вождения в режим вождении drive drive мод на это так она звучит и вот атмосферная подсветка ладно и трогать не будем основная тема этот как раз спидометр ну не только спидометр тут и тема самого экрана меняется под краски можно сделать чтобы она была взаимосвязана с режимом вождения вот давайте сейчас включу сейчас покажу так вот мы и включили так все теперь она смотрите она у меня стала такой желтый это стандартный режим когда я включаю спорт хренак она переводится в спорт режим когда я включаю эко она становится в эконом режим помимо чего-то эти давление в шинах тут еще и температура в шинах на хрен это все нужно не знаю дальше 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 что еще тут такого интересного а вместо тоже достаточно привычная вещь вместо стандартного спаснатор стандартной ручки переключения передач здесь вот такой джойстик то есть он такой джойстик также есть ручь ручное переключение передач да здесь 7 ступенчатый робот сцепление кстати работать неплохо ну конечно есть небольшая разница в отличие от полноценного автомата но если свои плюсы это там вроде как экономия вроде это как типа механка опять же я не особо специалист в этом оставлю эти тонкости он автоэкспертом что у нас здесь есть кнопка включения кондиционера циркуляция воздуха переключения режимов это у нас да это опять же у нас климат если вам не нравится авторежим вы можете себе подстроить куда вам дуть если включить авто то он сам все включит и будет поддерживать зануду температуру что-то у меня тут печи 23 градуса если честно немножко не радует как работает в этой машине климат если я в крэте раньше выставлял 23 и в принципе мне было достаточно комфортно но иногда 22 то здесь блин на 23 он иногда начинает тут в прохладную погоду прям жарить прям блин ну реально кому нравится тепло в этой машине тот будет рад прям шпарит прям хорошо жена горит как классно ей нравится что было жарко в машине ей нравится я блин не так и тянет его сделать куда они там на 2120 но правда когда делаешь тоже 2120 он иногда начинает какие-то определенные моменты реально дуть то есть какой тот оптимальной середины блин я не знаю как это как этот климат запрограммирован ну блин достаточно сложно найти но найти можно ну крайняк иногда ручку крутануть это не такая большая проблема конечно хотя вроде как климаты должно включить и забыть но вот да что-то с климатом здесь как-то не настроено возможно дело в прошивке головы тут очень много чего завязано на голову опять же на вот эту всю электронную и если там может быть выйдет когда-то прошивка кстати уже выходила прошивка там какие-то проблемы поисправляли вот обогрев переднего лобовухи ну как обдув не обогрев здесь нет кстати у меня было в крэти именно именно этот обогрев переднего стекла лобового лобаша а здесь просто обдув и обогрев заднего стекла здесь у нас аварийка конечно не очень удобно расположена варика всегда аварийка считалось что она должна быть прямо в таком доступном месте что если у тебя там вдруг тебе стало плохо что ты там умирающий там ну нашел это аварийный аварийную кнопку и нажал ее что предупредить кого-либо здесь она здесь она в угоду дизайна сделанной есть есть еще сюда прилепил этот вонючку еще сложнее стало ладно это возможно я куда ни другое место прилеплю так крутилки а камера 360 классно конечно вещь то есть вот можем видеть камеру спереди сейчас под настрою камеру спереди камера сзади камера сбоку слева справа 3d как хотите можете вот прям вот я стою на парковке можете прям покрутиться посмотреть то есть с всех сторон все видно ну блин опять же вот работает конечно не супер плавно ну блин учитывая что это все-таки не планшета вот так вот просто посмотреть хотя вот это 30 крутить вот так как вообще крутить не знаю ну так просто есть такой понт и есть так перед друзьями повыпендры смотрите как у меня хрень есть есть также еще приближение то есть более широкий угол обзора для переда для сзада вот это кстати вот хорошая вещь кто любит при тирочку парковаться к этим к поребрикам чтобы видеть свои колеса и не стирать литье тем более здесь в литью 18 полезная штука можно опять же переключиться так вот посмотреть на задние колеса на передние в общем настроек тут конечно да хрена всяких разных вот если я включу музыку погромче с этим музыка лучше чем в крыте это однозначно играет то есть я включу слушаю громко музыку вдруг решил сдать назад музыка делается тише класс ну то есть на всякий слух чтобы ты не дурак кого-нибудь там услышал радары кого не сбил соответственно вперед музыка опять громче бук здесь прибавляется либо вот этими двумя клавишами кстати можно голову выключить вообще и она будет ну как выключить перевести его в такой режим ожидания она будет время что показывать все если вам это нужно если вас вот это все смущает и отсвечит вам глаза то есть раз здесь помолит дисплей черный цвет он реально черный поэтому с этим все окей из того что не нравится подогрев сидушек и чтобы включить нужно влезть в планшет то есть нет кнопок у передних пассажиров у задней кстати есть вот здесь сзади кнопки есть они могут кнопками включать слава богу не нужно просить водителя сделает не там включи то что включить сидушки нам нужно сначала нажать вот на этот маленький значок и включите уровень подогрева сидушек для перед до левого и правого пассажира три уровня подогрева второй минус что греет только задница то есть спину здесь не предусмотрели в крете у меня еще грелась спина к сожалению здесь скорее только попа греется хорошо ладно окей смахиваем вниз опять же звук ну звук это дело привычки на кнопках в принципе на кнопках так на кнопках можно также на руле делать громче треки переключать либо выключать то в принципе дублирована есть кстати еще камера включается если включаешь левый или правый поворотник то есть когда есть по дороге включил поворотник для включается левая тоже удобно и также здесь есть контроль слепых зон если там ну здесь вот такая как бы ободок такой сбоку он есть там кто-то едет он загорается желтым цветом если вы все-таки включите поворотник захотите туда все-таки повернуть там кто-то едет машин начнет еще и вас предупреждать что куда дурак едешь ладно ребят на сегодня видео окончено так как мне пора бежать на работу и время заканчивается если вас что-то еще интересует по этой машине я обязательно сниму видео но наверное еще что не сниму сниму по этой машине потому что сейчас очень дина очень актуальна и многие хотят посмотреть какие плюсы и минусы у этой машины вот а единство что еще хотел показать этому по поводу кстати внедорожных способностей этого авто вся проблема вот в этой грёбанной губе как типа под карбон не знаю зачем сделали здесь двойную губу достаточно было бы одной верхней вот это карбована карбована карбов типа карбоновая губа она мало того что снижает клиренс хотя в принципе у нас достаточно но на съездах и въездах горки она еще и угол атаки снижает то здесь всего по моему угол въезда 18 градусов до этой губы что конечно для внедорожных внедорожников ладно для кроссоверов даже скажем так очень маловато и причем снять ее так просто тоже там не совсем просто дело в том что он подкрылок заходит на нее то есть тогда у вас будет болтаться подкрылок то есть вот да я думал насчет того чтобы ее снять вот здесь вот видите подкрылок открылок прямо на нее заходит то есть будет парк подкрылок болтаться это будет конечно колхоз да кстати есть еще одно место и забыл показать как бы парящий парящая панель внизу у избишники можно бросить телефон еще одно место для телефона в общем место для телефона здесь дофига предусмотрено в общем с этим достаточно эргономично все сделано вот ну и как она едет давайте посмотрите я сейчас не пристегнут если включу д причем она включается как бы кнопка здесь нужно назад ее чпок джойстик мне машина говорит что я не пристегнут начинаю газовать она и держит за хвост держит ручной ручник здесь просто не дает ехать вот если вы считаете хотите без ремня поехать тогда нужно вручную снять ручник и вы поедете но машина сейчас скажет чувак давай-ка ну что все-таки пристегнешь начинать сигнал быстрее теперь еще громче ну то есть без ремня здесь мозг вам эта машина сломает конечно можно всегда это поставить как она заглушка или как эта штука называется в замок забить на это дело ну вот как то так так места уже все заняли можно было можно конечно попробовать автопарковщик показать но времени уже ребят нет поэтому ладно все есть на сегодня закругляюсь